Если в этой жизни даже человек появился как йог, но он будет заниматься для йоги для себя, по-моему вчера же с вами, а не с вами, другой мужчина там сидел, вот он говорил, что вот если йог с одной стороны, а с другой стороны там дерево, дом, там семья, да? Нет этого мужчины сегодня. Ну, дискутировали с мужчиной, соответственно. Поймите, если такой человек занимается йогой для себя, в будущей жизни он будет рабом. То есть он просто проживет свою жизнь. По-моему, рассказывал вам или нет, у меня вот был пример, когда у парня было две квартиры. В одной он жил, в другую сдавал. И закрылся, по-моему, на 3-4 года. Занимался только собой. Ну, то есть ему еду приносили, деньги приносили, он занимался только собой. Через 3 года, вот как был в нуле, так и остался. Резута никакого. То есть потерял 3 года. Более того, естественно, такая жизнь для себя, она дает определенные побочные эффекты. Человек действительно развивает свою энергетику, действительно становится более чувствительным. А проблема в том, что потом с этой чувствительностью в социум, если он сунется, он отгребет по полной программе. То есть он от социума потом будет шарахаться, как от прокаженной собаки. Понимаете? Он не сможет коннект уже, ну или, по крайней мере, очень сложно будет найти коннект с социумом. И получится, что опять там какой-то затвор себе будет придумывать. Ну, то есть он будет жить как, как вам сказать, изолированный от общества человек. Чем это закончится в будущей жизни, как вы думаете? В будущей жизни уже не будет двух квартир от родственников. Он уже будет в лучшем случае работать. Это еще и очень хорошо, что на заводе. То есть он родится в стране, где будет маленький процент безработицы. А если процент безработицы будет большой, а у него только егические понты, то он будет... Не, гнуться он уже не будет. К сожалению, да, но вы без этого не сможете. Это крайне редко кто может создать под себя клуб. Чаще всего первые годы человеку нужно накапливать опыт. Это работать на кого-то.